Прома-пьяна-тимаранда-свя, геранан-джава-шалакая, чок-шилан-два-этан-гей-на-тасвен-чуни-гур-вей-дамага. Очень прекрасная речь, произнесенная нашими старшими братьями, последовательными предмыми учениками Широпилпады. Но я знаю, что в этом зале есть люди, которых Анната Шанти, может быть, непосредственно привел в сознание Кришны. Есть такие здесь люди, видите? Я думаю, что они тоже должны будут что-то сказать. Мы увидели с ним Игорь, это был во вторник, да? Во вторник вы приходили? Был во вторник, в среду я должен был уехать в пропорядческие туры. Анна Шанти как всегда, как неожиданно появился в храме. Мы встретились с ним, он был с Игорем. Я познакомил его с музыкантами, с друзьями и сказал, что это единственный ученик Широпилпады в России, непосредственно. Однажды, когда мы представляли его в обществе Широпилпады Махараджа, я сказал, что Махарадж, вот первый ученик Широпилпады в России. Он поправил меня, я сказал, что единственный. Но это иллюстрировал его такой очень специфический характер. Сказано, что Ваишнавы обладают разными характерами. И он был удивительным человеком. В Писании говорится, татвам викихитам гухая. Истина скрыта глубоко в сердце Махаджана, духовной личности. Те, кто обладают сознанием Кришны, подлинно иногда прячут это сознание Кришны. Они не показывают это внешне, через одежду или образ поведения. Они показывают это в своих телах. Широпилпады Махарадж говорил две вещи, если мы хотим узнать, что духовное, а что не духовное. Это сознание и самопожертвование. В некоторых региозных традициях люди готовы взорвать себя. У нас самопожертвование присутствует. Но нет сознания, нет понимания, ради чего это сделать. В личности Анна Ташанти, правда, мы видим, что в определенной части своей жизни сознание и самопожертвование в его действиях достигли высочайшего положения. Либо непосредственно исполнение воли духовного учителя является единственным, чем отличает нас от животных. Он не только непосредственно использовал милость своего духовного учителя, но он стал, как называемый, как Шилоговида Махараж говорил, стыков дайнома, динамитной шашкой, которая взорвала стену, стену атеизма в нашей стране. Однажды, когда Бахтису Гиргасвами Махараж, наш проповедник, который общался в 70-е годы с Анна Ташанти, приезжая сюда по личному поручению Прохупады, еще до Харикешвами, как швейцарский турист, он пришел к Шилогову Махаражу и после ухода Прохупады Шилогову Махараж спросил, где вы проповедуете? Он сказал, в России. Шилогов Махараж уткнулся и сказал, огромное облако атеизма нависло над этой страной, но Шилогову Махараж пришел, и хотя это был всего-навсего один проблеск, но достаточно одного луча солнца, чтобы семя стало прорастать. И действительно, скоро по убилости первых преданных, которые здесь сидят, все мы пришли в сознание Кришны. Я пришел через Бен Думадову Прохупады из Риги, который был грузинский художник в Нью-Йорке. Мы с ним встретились. Он непосредственно получил первое сопресновение со знанием Кришны через Анна Ташанти Прохупады. Поэтому я всегда смотрел на него как на свапродаж гуру, человека, который привел в сознание Кришны того человека, кто привел меня. И мои короткие встречи, очень дружеское общение было построено на том, что я всегда принимал его как старшего. И когда мы оказываем почтение Ваишнаву, у Ваишнава всегда это могут оценить. Мы не должны пытаться анализировать Ваишнава с внешней точки зрения. Ваишнав бедный, или он богатый, или он занял положение сонять, или он перешел в греха в старшем жизни. Это такая вещь, что испытания сами покажут, что мы стоим из себя. Стоим мы не так много, как нам кажется. Но, как сказал Прабу, тот образ, поведение, его проповедь была достойна Махаджана. Мы также знаем, что одно из его имен не только Анна Ташанти, Анна Тиртхе получил саньясу. И, возможно, он не смог долго поддерживать этот статус. Но Бакват Ките Кришны говорит, кто из настоящих саньяси, кто полностью предался и исполняет волю Господа бескорыстно. Не тот, кто одел оранжевую одежду. Если саньяси судить по одежде, тогда это очень поверхностное мышление. Для тех, кто знает антологию саньясских имен, они знают, что Тиртх — это, на самом деле, имя первого саньяси. Когда Буру Ачария дается саньясские имена, в нашей традиции есть определенные саньясские имена, то имя Тиртхе будет первого саньяси. Первым, кому ты должен дать саньяс, это Тиртхе. Поэтому, как он получил милость Шила Прабупады, его саньяское имя также было первым и номер один. Но все это в той или иной степени история. Православные говорят, мы знаем, как ты жил, и мы хотим посмотреть, как ты будешь умирать. Потому что можно, так сказать, очень много пыли в глаза пустить внешне, а в конечном итоге продолжает быть лицемера. И всем это какой-то степени лицемера, но смерть подводит определенную черту. Уход из этого мира подводит определенную черту. И эта черта, она показала отношение преданных. Поэтому я очень благодарен Ишнурату Прабу Пуджаре, который, главный Пуджаре, который так воспринял и стал готовить эту церемонию. Ваня Бри, Деви Дайсе, мало кто знает, но это благодаря ей такие прекрасные цветы. Мы прощаемся с ним, как с достойным преданным. И другие преданные, которые поучаствовали всем своим сердцем. Сам Брия Прабу, который проявил в высшей степени заинтересованность и тут же стал звонить Ананта Габинда Прабу. Многие другие преданные, которые, Махарадж, многие другие преданные, которые с радостью восприняли это как долг. Сейчас мы имеем дело с историческим реалием. Первый вальшнав Россию уходит. Много вальшнавов ушло. Но первый вальшнав Россию ушел. И для нас это очень важное событие, потому что на нашей стране также опять появилось облако атеизма. Солнце какое-то время посветило, но мы видим сейчас, что облако атеизма, оно опять пришло и опять будут гонения на преданных. Это уже продолжается. И преданы большие проблемы с храмом. Но это не значит, что это облако атеизма, оно сможет противостоять Солнцу, сознанию Кришны. Чем труднее в вальшнавские времена, тем более подлинными становятся вальшнавы. Личность рождается в воспитаниях, личность рождается в аскезах, она рождается в трудностях. Поэтому мы должны в своем сердце пообещать Ему, что так же трудно, как было Ему, и Он исполнял свой долг, мы должны быть готовы принять наши трудности, которые ждут нас. Мы должны вложить всю свою веру, веру в то, что Господь прислал чистого преданного Шилу Прабхупаду, Шахтиавеши Аватара и Нитянанды Прабху. И мы должны стать восприемниками Его милости, а не просто одеть какие-то атрибуты вальшнавизма и удовлетворяться следованием для своего спасения. А мы должны стать его инструментами, как это сделал Нитяндыш Анти Прабху. В самые трудные времена он это сделал. Поэтому это историческое событие, и это историческое событие связанное со всем Гаудио-движением, не только с ИСКОН, но со всеми Гаудио-Вальшнавскими миссиями, которые сейчас распространяются по всему миру. Что я могу сказать? Наверное, нельзя долго занимать микрофон, но антологически мы можем сказать, что разлука в нашей сампрадаре, в отличие от других сампрадаре, является высочайшей. Вераха. Когда Махапрабху беседовал с Раманандраем в легендарной беседе Раманандра Самвадия, Махапрабху сказал, какова самая сильная разлука в этом мире. Кто-то мог сказать разлука с Кришной, но это не так. Раманандрая сказал, Махапрабху разлука с преданным. Величайшее чувство разлуки в этом мире это разлука с преданным, поэтому мы поймем Оге Вальшнава, Таакура и многие другие песни на уход Вальшнава. И мы говорим, что Вальшнав это все и вся. Кришна это некая недостижимая реальность. Поэтому в Писании сказано, Арчанам Эбхарея Пуджам Ябшатхея. Тот, кто верит лишь в большинство и поклоняется ему, но не верит в Вальшнава, он Чабакта Пракрита Смайтага. Тот материалист. Тот Бакта Пракрита Бакта. Пракрита Вальшнав. Но тот, кто поклоняется Вальшнаву, тот достоин занять положение Мадхи и Мадхи Кари. Через поклонение Вальшнаву приходят все богословения. Без Вальшнава Кришна не является. Кришна не выходит за пределы Барата Варша, все знаем в Писаниях. Но Вальшнав имеет право. Он может привести Кришну даже за пределы той территории. Саняси не выходили за пределы Барата Варша, но преданные могли это сделать. И Шилупархупад, который своим присутствием принес Кришну в этот темный мир, где все перевернуто сверх на голову, он дал нам надежду. И сегодня мы прощаемся с Вальшнавом, поклоняемся Вальшнаву, совершаем Вальшнавы севу. Я думаю, что Шилупархупад удовлетворен этим. Тем самым мы поклоняемся Прагхупаде и всем Вальшнавским ачариям. И я очень счастлив, что здесь у нас достойные проводы. Проводы достойные Вальшнаву. Какое-то время он не поддерживал внешнюю религиозную деятельность, но следует помнить, что это всего лишь на своем внешнем аспекте. Преодные всегда прячут глубочайшие переживания в своем сердце. Перед уходом он приехал к нам в Лахту, в храм с Игорем. Он говорит, что ему очень понравилось там. Когда он был у меня в гостях, он спросил, я переезжаю в Таллине, у вас есть центр в Таллине? Я говорю, ну не знаю, пока, может быть нет. Я говорю, ну может быть с вами будет. Он такой говорит, да, да, надо проповедовать, надо проповедовать. Поэтому мы видим, что он ушел вверх. Он ушел вверх, и Господь, он сам заботится о преданном. Если преданный в какой-то момент, в тяжелый момент своей жизни или в момент смерти не может сконцентрировать свой ум, то Кришна говорит, я обещаю, что я буду присутствовать там. И это наша величайшая надежда, поскольку наш Господь очень милостивый. И даже если мы в какой-то момент забыли о Нем, то Он не забыл о нас. И тот факт, что мы здесь сейчас, говорит о том, что Господь ничего не забыл. Он не забыл ничего, что мы сделали для Его служения, хотя долг никому не должен. Некоторые говорят, ой, я столько лет был в храме, я язву желудка не вылечил. Долг никому не должен. Это наша удача, то, что мы соприкоснулись с сознанием Кришны. Это наше счастье, что нам дали возможность служить. И тем не менее, Господь милостиво собрал нас вместе, людей, которые, может быть, редко видятся с собой друг с другом. И в этом мы должны видеть величайшую милость и причина этому Ананты Шанти Прапу. Благодаря Ему многие из нас все, все русскоязычные преданные, благодаря Ему пришли в сознание Кришны. Поэтому здесь должны были быть тысячи людей. Но благодаря ДСЛ революции эту запись посмотрят тысячи людей по всему миру. И тысячи людей по всему миру будут радостно памятывать о Господе его преданных вайшнавов. И даже своим уходом вайшнав, он являет милость, напоминает нам о нашем вечном долге. И это прекрасно. Поэтому мы склоняемся перед стопами всех вайшнавов, существующих ныне, всех вайшнавов, которые существовали прежде. И сейчас мы провожаем вайшнавы. И наше сердце, оно исполнено радостного трепета о том, что Господь не забыл нас о Реи Гришном.